Кассета третья Из области таинственного О душе Страница 258 Духовидение В первую минуту я подумал, что он живой И смертельно испуганная, с громко бьющимся сердцем, дрожащим голосом вскрикнула О! Но звук моего голоса еще не замер в воздухе, как фигура его начала таять И страшно сказать, как таять Он сам вскрылся сперва, а довольно долгое время спустя Исчезли его пальто и шляпа Я побелела и похолодела от ужаса И была до того напугана, что не могла ни встать, ни позвать на помощь Страх до такой степени овладел мною, что я просидела всю ночь, не смея тронуться с места Не смея ни на секунду оторвать глаз от двери, у которой мне показался призрак Ирвина С невыразимым облегчением увидела я проблески рассвета и услышала рядом движение других жильцов Несмотря, однако, на все случившееся, я ни на минуту не подумала, что он умер И что это исполнение его обещания Я старалась встряхнуть с себя, овладевшее мной нервное состояние И объясняла себе это явление галлюцинацией зрения Так как перед этой ночью я несколько ночей подряд провела за работы А, все-таки это странно думалось мне иногда Очень уж все это было реально Прошло три дня Как-то вечером я снова сидела одна и занималась, скажу Вдруг голос Ирвина, громкий и ясный, позвал мне из-за окна «Джорджи, ты здесь, Джорджи?» Спрашивал этот голос Убежденная в том, что Ирвин вернулся в Англию, я не могла ошибиться Я слишком хорошо знала его голос Стревожной и смущенной я выбежала на улицу Никого Страшно разочарованно вернулась я в свою комнату Я тревожилась за его судьбу в последнее время И действительно была бы рада, если бы на этот раз он сам приехал бы ко мне «Нет, это он, — думала я, — это должен быть Ирвин Ведь я же своими ушами слышал, как он позвал меня Наверное, он спрятался в одном из соседних подъезда, чтобы посмотреть, выйду ли я к нему навстречу Вообще, что я буду делать? Я надела шляпку и прошла до конца улицы, заглядывая в каждый подъезд, где бы он мог спрятаться «Никого» Позднее ночью я поразительно ясно слышал, как Ирвин кашел под моим окном И кашел нарочно, как это делает, желая привлечь чего-нибудь внимание И вот, начиная с этой ночи, в течение девяти недель, я постоянно слышала голос Ирвина Иногда ежедневно, в течение целой недели, потом три раза в неделю, потом через две ночи, потом через три или четыре ночи Начиная с полуночи, иногда и позже, голос его говорил со мной в течение целой ночи «Джорджи, это я», — говорил он иногда «Или же, Джорджи, ты дома? Поговори с Ирвингом» Потом наступала длинная пауза, после которой раздавался глубокий, странный, нечеловеческий вздох Иногда он не говорил ничего, кроме как «Ах, Джорджи, Джорджи» И это целую ночь Однажды ночью, во время страшного тумана, Ирвин позвал меня так громко и ясно, что я моментально встал из постели, уверенный, что это не галлюцинация «Он должен быть здесь», — говорила я самой себе «Он живет здесь где-нибудь поблизости, это ясно, как Божий день А если его здесь нет, то это значит только, что я схожу с ума Я вышел на улицу Густейший черный туман стоял вокруг меня непроницаемой стеной Нигде не огонька Я громко крикнул, Ирвин, Ирвин, иди сюда ко мне, ведь я знаю, что ты прячешься, чтобы испугать меня, ведь я же сама видела тебя, иди сюда и перестань дурачиться И вот, клянусь вам моей честью, в нескольких шагах от меня из тумана, его голос крикнул мне «Это только я, Ирвин!» Потом глубокий, страшный вздох замер в отдалении Каждую ночь я продолжал ослышать кашель, вздохи и стоны В конце девятой недели я получил обратно мое письмо с пометкой на нем неаполитанского консула Ирвин Онелл умер 28 ноября 1888 года В тот день, когда он мне явился Странным во всей этой истории является то обстоятельство Что как только я узнала, чисто земным способом о смерти Ирвинга Его страждущий дух, казалось, успокоился По крайней мере, с этого дня я больше никогда не слышал его голоса Точно он знал, что никто не извещал меня о его смерти И сам он всеми силами стремился уведомить меня о ней Я была так поражена его появлением 28 ноября 1888 года Что нарочно записала это число с намерением написать ему об этом Я и написала, но мое письмо пришло в Сарну уже после его смерти Что голос был его, в этом для меня нет никаких оснований Потому что у него был совсем особенный голос Какого я никогда и ни у кого не слышала И при жизни, раньше чем постучать в дверь и войти Он всегда прежде звал меня в окно Когда его голос говорил «Ах, Джорджи!» Это звучало так ужасно, так безнадежно, грустно Вздох его говорил о таком безграничном отчаянии Что сердце обливалось кровью от невозможности облегчить его чувства И при том его близость Но, как я уже сказал С получением материального извещения о его смерти Все явления прекратились Вот все, что я могу вам сообщить О бывшем со мной сверхъестественном случае Видение ребенка Воскресенье 12 января 1891 года Около шести часов по полудни Наш маленький сын Эрнест, сидя на коленях у отца Перед кухонной печью Вдруг начал волноваться и с криком «Нашо!» наверх пошла дама Шоскочил с коленей, побежал на лестницу Куда за ним последовали и мы Взяв в руки свечу Он прямо направился к кровати На которой за три с половиной месяца Перед тем скончалась его бабушка Не найдя ее на кровати Он стал искать по всей комнате И наконец, увидав ее около окна Бросился туда с радостным криком «Бабушка!» «Моя прелестная бабушка!» Протягивая к окну свои маленькие ручонки На видение перешло в другой угол комнаты Ребенок, преследуя его с места на место Опять вернулся к окну Где она исчезла, пока мальчик посылал ему воздушные поцелуи Говоря «Прощай, прелестная бабушка!» «Ушла!» «Я ничего не вижу!» «Пойдемте вниз!» На следующий день ребенок несколько раз Сходил наверх на бабушкину комнату Но ничего не видел На третий день мать понесла его туда на руках А смотрев кругом в комнату Мальчик опять что-то увидал И с восторгом воскрикнул «Моя милая, моя прелестная бабушка!» После этого в продолжении недели Двух Он постоянно ходил наверх Но ничего уже не видал Эрнесту было немногим больше двух лет Когда умерла его бабушка Он очень любил ее Но никогда не видал иночика в постели Где она пролежала около года Сильно страдая Эрнест не развитие И не нервнее детей своего возраста Когда его спрашивают Где бабушка Он отвечает Что она ушла в рай Явно не понимая значения этого слова В продолжении нескольких дней До этого события При ребенке о покойнице Ничего не говорили Священник Сент-Абеновской церкви Прибавляет к этому рассказу Свидетельствую Свидетельствую Что выше помещенное сообщение Получено непосредственно от родителей ребенка Ими подписано Удостоверяю при этом моей совестью Что знаю их хорошо Считаю неспособными даже слегка изменить то Что по их убеждению истина Отец ребенка сельский рабочий Мать содержит мелочную лавочку Все трое пользуются полным здоровьем Ни родители, ни ребенок Никогда не страдали нервами Отец рассказывал мне Что когда он ходил с ребенком наверх То чувствовал особенный запах Той кислоты Какая постоянно употреблялась Во время болезни бабушки Жена же его ничего не чувствовала В этом году и отец и мать оба говорили мне Что от времени до времени в разных частях дома Слышатся тиканье часов Причину которого они никак не могут угадать Впрочем, они не придают этому обстоятельству Никакого особенного значения Явление призрака Госпожа Раевская в своих воспоминаниях Помещенных в русском архиве За 1896 год Приводит следующий случай, происшедший в Туле В 1859 году Сестра моего зятя Молодая баронесса Менгден Была замужем за графом Дмитрием Януарьевичем Толстым Граф был добрейшей души человек Муж мой и мы все его очень любили У них было два сына Старшему два года Меньшему несколько месяцев Когда отец их заболел унаследованной от матери чахоткою Врачи отправили его на Иерские острова На юг Франции Осенью 58 года Молодая графиня проводила мужа до границы И принужденно было возвратиться в свое имение К малюткам детям Которых немыслимо было подвергнуть Такому дальнему путешествию Чтобы понять, что ниже следует Я должна была сделать небольшое отступление И описать кабинет моего зятя в Туле К нему вела дверь из передней Направо от этой двери вдоль стены Стоял длинный, широкий, обитый темно-зеленым софьяном Покойный диван На котором сестра и я всегда помещались после обеда Пока мужское общество тут же курило, разговаривало Иногда расхаживая по просторной комнате Или сидя на расставленных в ней покойных креслах Против окна стоял большой письменный ствол барона Длиной поперек комнаты И налево небольшая, огороженная перилами лестница Вела вниз, в просторную же комнату, уборную барона Где ночевал муж мой Эта комната нижнего этажа находилась под самым кабинетом 8 января 58 года барон Менгден и муж мой провели вечер у князя Черкасского Много они там вместе шутились, смеялись И возвратились домой в 12-м часу В приятном и веселом расположении духа Муж мой сошел к себе вниз, но еще не раздевался А барон Владимир Михайлович, напевая какую-то песню Подошел к письменному столу, где горели две свечи И стал заводить свои карманные часы А вдруг по какому-то непреодолимому чувству он поднял глаза И посмотрел на софьяновый диван, стоявший у стены напротив стола Что же он видит? Зять его, граф Толстой, бледный и худой, лежит на диване и полными грусти глазами на него смотрит Жан скрикнул барон таким тревожным голосом, что муж мой на зубь его стремглав бросился к нему вверх по лестнице Но образ графа мгновенно бледнее уже испарялся, и когда муж мой вбежал в кабинет, от него осталось лишь легкое прозрачное облако, которое исчезало, поднимаясь к потолку Муж мой любил Толстого Проплакав всю ночь, он рано утром пришел наверх, где я с детьми помещалась Толстого уже нет более в живых, сказал он мне слезами и рассказал мне про видение Ни слова сестре, воскликнула я Вы знаете, до чего она нервна У нее самой были видения, и она их ужасно боится А в теперешнем ее положении всякое потрясение опасное К тому же мы с ней каждый день отдыхаем на этом самом диване, который для нее самый покойный в доме Что же будет с ней, если она узнает, что на этом самом месте? Правда, отвечал муж Мы с Менгеном уже об этом говорили На этом и порешили, сестре не сказали ни слова Только три месяца спустя получена была с Ерских островов телеграмма, извещавшая о внезапной кончине графа Толстого Да я Итак, он был еще жив, когда зять мой видел в Туле его печальный облик Ведение Александра Сергеевича Пушкина Однажды Пушкин сидел и беседовал с графом Ланским, причем оба подвергали религию самым едким и колким насмешкам Вдруг к ним в комнату вошел молодой человек, которого Пушкин принял за знакомого Ланского А Ланской за знакомого Пушкина Подсев к ним, он начал с ними разговаривать, причем мгновенно обезоружил их своими доводами в пользу религии Они не знали даже, что сказать, и как пристыженные дети молчали И наконец объявили гостю, что совершенно изменились свои мнения Тогда он встал и, простившись, с ними вышел Некоторое время собеседники не могли опомниться и молчали Когда же заговорили, то выяснилось, что ни тот, ни другой ни знакомца не знает Тогда позвали многочисленную прислугу И те заявили, что никто в комнату не входил Пушкин и Ланской не могли не признать в приходе своего гостя чего-то сверхъестественного Тем более, что он при первом же появлении внушил к себе какой-то страх Обезоруживший их возражение С этого времени оба они были гораздо осторожнее в своих суждениях относительно религии Белая женщина В Гарце, близ небольшого городка Бланкенберга Приютившегося у подошву Бланкенштейна Расположен старинный замок, принадлежащий герцогам Брауншвейгским Трудно представить себе местность более очаровательную и романтическую От самых стен замка террасами спускается старинный вековой парк Глубоко внизу чернеет серенький скучный городок Прямо перед окнами замка среди холмов тянется ряд скал, носящих название «Чертовой стены» Справа и слева замок окружен глухим лесом, убежищем красного оленя и вепря С фронта перед замком расселается одна из тех обширных равнин С белеющими там и сям уединенными деревушками и чернеющими дикими глыбами скал Которая столь свойственна этой местности Вильям Уоттес, один из пионеров спиритуализма в Англии, много лет тому назад посетил этот замок И видел в нем, между прочим, портрет знаменитой белой женщины Призрак которой появляется время от времени в этом и во многих других замках Германии И появление которого предвещает обыкновенно смерть владетельной особы или кого-либо из придворных В пятом томе «Театра Европы» Мериан рассказывает, что в 1652-53 годах Она часто являлась в Берлинском замке, нередко видели ее и в Карлс русском Что касается последнего, то существует два достоверных рассказа Да именно как одна придворная дама, прогуливаясь в сумерки по саду в Карлс русского замка Своим мужем, нисколько не думая о белой женщине, вдруг увидала ее на дорожке возле себя И так ясно, что могла вполне разглядеть ее лицо Сильно испугавшись, она перебежала на другую сторону, а привидение исчезло Муж ее привидения не видал, но заметил смертельную бледность жены Равно как и то, что пульс ее бился лихорадочно Вскоре после того умер один из членов семьи этой дамы Затем видел ее в галерее Карлс русского же дворца, идущую к нему навстречу один из придворных В первую минуту он принял привидение, зажелавшую подшутить над ним придворную даму И попробовал схватить его, но оно мгновенно исчезло Прошло уже почти 350 лет с тех пор, как она явилась в первый раз в Найгаловском замке И первое время показывалось там очень часто Не раз видали и притом В самый полдень, как она выглядывала из окна верхней необитаемой башни Появлялась она обыкновенно в белой одежде, имея на голове вдовья покрывала с большими бантами Была высокого роста и с добрым выражением красивого лица Известно только два ее явления, во время которых она говорила Одна из придворных дам вошла в свою уборную для примерки платья И спросила у горнички, который сейчас В это время из-за ширмы вышла белая женщина И отвечала, 10 часов, милостивая государыня Дама, конечно, очень смутилась, а через несколько недель за ней могла и вскоре умерла Слова, сказанные привидением, в другой раз имели более глубокое значение Это было в Берлине в декабре 1628 года Явившись, белая женщина произнесла по латыни «Приди, суди живых и мертвых, мне еще предстоит суд» Из многочисленных явлений белой женщины есть еще одно, особенно замечательное В Нейгалском замке существует очень старинное обычай Угощать в Великий Четверг всех приходящих бедных сладкой кашей Приготовляемой из овощей и меда Еще давать им пиво и каждому по семи кренделей Когда в 30-ти летнюю войну шведы, завладев городом и замком, этого обычая не исполнили То в замке началась такая суматоха, шум, гвалт по ночам Что не было никакой возможности там оставаться Часовыми являлись разные страшные привидения Невидимая сила повергала их на землю, стаскивала офицеров с их кроватей Несмотря ни на какие розыски, явления продолжались Пока шведский комендант, по совету одного из Нейгаловских жителей Не исполнил древнего обычаи и не накормил бедных сладкой кашей Тогда только все успокоилось Долго напрасно трудились над разгадкой Кто это таинственное существо Пока иезуит Балдуин не извлек из многих старинных бумаг и актов Следующие весьма вероятные истории белой женщины Между портретами древнейшего и славного рода Розенбергов Нашли один, очень сходный с белой женщиной Это портрет Перхты или Берты фон Розенберг Она изображена на нем, одетая по моде того времени, вся в белом Родилась между 4420-30 годами Отец ее, Ульрих II фон Розенберг Был обер-бург, графом богемии И по соизволению папы, главным предводителем католических войск против гуситов А мать Катерины Бертенберг Умершая в 1436 году Берта в 1449 году вступила в брак с Иоанном фон Лихтенштейн Богатым и знатным бароном Штеер Морским Но была с ним очень несчастлива Так что вынуждена была искать у своих родственников Защиту от различных оскорблений и притеснений развратного мужа После смерти которого она жила вместе с братом своим Генрихом IV Розенбергом Вступившим в управление богемией в 1451 году И умершим без наследника в 1557 году Берта до самой смерти своей не могла примириться с памятью мужа И перешла в тот мир непримиренный После смерти брата Берта жила в Нейгаузе И построила тамошний замок, стоивший огромных трудов ее подданным Ободряя их труды, она обещала им сверхчестные расплаты деньгами По окончанию постройки угостить работников и их семьи сладкой кашей Что и было ей исполнено Во время великолепного пира, заданного ей всем окрестным крестьянам Она, желая уковечить память о их усердии, установила ежегодно в этот день угощение бедных Впоследствии ее наследники перенесли его на Великий Четверг В точности неизвестно, когда умерла Берта Но полагают, что в конце 15-го столетия Портреты ее сохранились во многих замках в Богемии И на всех она изображена в белом вдовьем платье с покрывалом на голове Изображение это очень напоминает белую женщину Она является во всех замках, где живут ее потомки И всегда ее появление предвещает или чью-нибудь смерть, или какое-нибудь несчастье Рассказ Оуэна об отце, умершем в Европе, который явился сыну в Америке Для ума, не омраченного ходящими предрассудками, будет совершенно непонятно Каким образом факт привидений признавался бы так единодушным во всех странах Если бы их никто никогда не видел Джордж Страган Один из замечательных видов скептицизма Это отрицание того, что допускалось во все века Возможного появления так называемых у нас смертвецов Фантастические принадлежности ходящих в сказок о привидениях Страшные лица, обнаженные скелеты, звон цепей, запах серы, синеватое пламя Немало поспособствовали этому новейшему саддукейству Ложные представления и болезненные чувства, вызываемые явлением смерти Помутили не только наше суждение, но и наше ощущение Тех, кого мы любили в этом мире, мы приучились бояться точность по переходе их в другой Мы помышляем с ужасом о возможности их появления Пожалуй, лишаемся чувств, когда они внезапно предстанут Потому что страх ослепляет Это отец суеверия В детской или при домашнем очаге Дети наши слушают страшные рассказы о привидениях и трепещут от ужаса Это духовный яд, гибельный, равный и для душевного спокойствия, и для трезвого религиозного чувства Если уж сообщать что-нибудь детям о духах То будем лучше говорить им так же спокойно, как говорим о любимом естественном явлении Что все мы тоже будем со временем духами Что только часть нашей жизни протекает здесь, а остальное мы будем проводить в другом мире Которого теперь не видим Но который совершеннее и прекраснее нашего Надо бы прибавлять, что может быть мы будем в состоянии приходить обратно из того мира И являться некоторым своим старым друзьям Что может быть и им, нашим детям, выпадет такое счастье Что прежде своего ухода Они увидят кого-нибудь из отшедших раньше Увидят то, что люди называют духом или привидением Очень вероятно, что нервы их были бы несколько потрясены Если бы это действительно случилось Точно так гром, когда его слышат в первый раз Может повергать в трепет Но если дети хорошо воспитываются Они скоро приобретут способность наблюдать без напрасного волнения и то и другое явление Когда бы люди в общей их массе достигли такого духовного строя И привидения стали бы, вероятно, явлением более обычным Духи, считая наши мысли, часто, конечно, воздерживаются от проявления себя людям Так как видят, что проявившись, вызвали бы только ужас О привидениях самопроизвольных Ограничусь только одним примером Рассказ свой могу подкрепить означением имени, места и времени Это один из многочисленных случаев появления близкого лица вскоре после смерти В 1862 году Брэд Герст Шифен, член известной фирмы Шифен и Кэ в Нью-Йорке Очень любезно доставил мне этот рассказ при следующей записке Нью-Йорк, июня 12-го, 62-го года Вменяя себе в удовольствие сообщить вам прилагаемое при всем письмо отца Фредерика Штейнса Где он говорит о факте и явлении ему отца Господин Штейнс немец и высшей степени почтенный лично Служит пастором при Пресвятерианской церкви на Мэдисон-стрит В этом городе И завидует очень обширной приходской общиной из немцев Вот приложение к письму Согласно вашей просьбе, выраженной в письме Я передаю вам обстоятельства, непосредственно связанные с фактом явления моего отца 13 декабря 1947 года я гулял с двумя моими старшими сыновьями на Гранд-стрит в Нью-Йорке Дело было днем, перед полуднем И панель была полонарода Тут мне предстала вдруг фигура моего отца Он был в своей обычной одежде, своей хорошо знакомой мне шляпой на голове Всегда шеет трубкой в руке И смотрел на меня очень серьезно Затем та же внезапно исчез Я был очень испуган и немедленно писал домой о происшедшем Через несколько времени ко мне пришло письмо от одного из братьев из Нейкирхена В Приорейнской Пруссии, где жило наше семейство Брат извещал меня, что утром 13 декабря отец мой там скончался Еще за завтраком в этот день он был в своем обычном здоровье И говорил обо мне, выражая на мой счет большое беспокойство После завтрака он уходил из дома И, воротившись назад, упал мертвым Пораженный вдруг апоплексическим ударом Я узнал потом, что в момент смерти на нем была та самая одежда В которой я его видел Та же шляпа на голове и трубка по обыкновению в руке С истинным пощением Штейнс Забота об отсутствующем сыне, которую отец выражал непосредственно перед смертью Черта очень замечательная в этом примере Два исторических рассказа о привидениях В примечании к одному из своих стихотворений Вальтер Скотт упоминает о привидении, виденном леди Фэншау Он говорит Мы поехали к леди Онорс, Обриан Младшей дочери графа Таманда И пробыли у нее три дня В первую ночь около часа по полуночи Я была разбужена каким-то голосом Развинул занавесы постели Я при свете луны увидела женщину Всю в белом, с рыжими волосами И блюдным, странным лицом Лежащую на подоконнике И смотрящую к нам в окно Проговорив три раза таким голосом Какого я никогда не слыхала в жизни Лошадь Она исчезла со вздохом Более похожа на порыв ветра Нежели на человеческое дыхание Причем вся ее фигура Показалась мне более похожей на густое облако Нежели на человеческое существо Я стала толкать и щипать моего мужа Спящего крепким сном Мне удалось, однако, разбудить его И он чрезвычайно удивился Увидев меня в таком страхе И был поражен еще более Когда я ему рассказала о случившемся И показала, что окно было открыто В остальную часть ночи Ни один из нас не сомкнул глаз И муж рассказал мне Что в Ирландии приходится иметь дело С подобными явлениями чаще, чем в Англии Около пяти часов Нас пришла навестить хозяйка дома Говоря, что она не ложилась во всю ночь Так как двоюродный брат ее О. Брайан Предки которого владели когда-то Этим домом Просил ее не оставлять его До последней минуты его жизни И умер два часа ночи Затем она прибавила Надеюсь, что вас ничто не обеспокоило Так как здесь обыкновенно так бывает Что перед смертью какого-нибудь члена семейства В окне начинает каждую ночь появляться женщина Много лет тому назад Эта несчастная имела ребенка От хозяина дома Этот последний убил ее в своем саду И бросил в реку, протекающую под окном Даю вам слово, что я не подумала об этом Когда отводила вас эту комнату Как самую лучшую в доме Ничего не ответив ей на это Мы поспешили убраться оттуда В Кнебворке В рядовом поместье лорда Литтона Есть комната, называя комнатой Желтого мальчика Рассказывает, что лорд Кастлери О котором упомянуто у Байрона Был однажды в гостях у отца покойного лорда Литтона Ему отвели комнату Я видел, что там сидела, повернувшись ко мне спиной Как будто фигура мальчика С длинными желтыми волосами Когда я на него взглянул Мальчик встал, направился ко мне И одернул одной рукой занавес в ногах моей постели Пальцами другой руки провел два или три раза Себе по горлу Я видел его так ясно, как вижу теперь вас Прибавил лорд Вы, должно быть, видели это во сне Сказал Бульвер Нет, я совершенно проснулся в то время Мистер Бульвер не нашел Нужен сообщить лорду Кастлери Что желтый мальчик Всегда появлялся людям Которым было предназначено умереть насильственной смертью И что при этом он всегда указывал народ этой смерти Видение каноника Краковского Якова Гурского Яков Штенберг Гурский Кафедральный каноник Краковский Бывший восемь раз избираемый ректором Краковской академии По желанию короля Стефана Батория Вебром был архиепископом Маринской церкви в Кракове На второй год своего служения Он сидел однажды поздно ночью у себя дома И разговаривал с своим клириком Микульским У стола, нагруженного книгами и бумагами Которые Микульский приводил в порядок Он ему говорил Сегодня я утомился, диктуя Но хотел докончить это дело Меня поддерживало желание борьбы В защиту моего бывшего когда-то ученика Теперь друга Соколовского Вертембергский профессор Крузнуш Может еще не уступит сразу, но Но тут епископ внезапно умолк И вперил взор свой в сторону двери А рукой перекрестился ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...